Здравствуйте! Это Новости Дагестана. Я Фатима Абаталибова. И сегодня в выпуске. Никто не забыт. В столице продолжается чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Волос пророка, его кинжал, чаша и многое другое. В селении Агвали проходит выставка реликвий пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. Восемь из десяти наград за россиянами. В Каспийске состоялся международный турнир по борьбе памяти Сураката Асиатилова. В столице Дагестана продолжается марафон поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны. Персональные парады с маршем солдатов и юно-армейцев проходят под окнами фронтовиков. Артисты дагестанской эстрады исполняют песни военных лет. Это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! Так, с наступающей 76-й годовщиной Победы поздравили ветерана Саида Гусейнаева. Ему 93 года. В 1942 году, в возрасте 20 лет, он добровольцем ушел на фронт. Парад под окном подарили и ветерану Зубаиру Айгунову. Также организовали праздничное отчествование 96-летнего Магомеда Шахгусейнова, который прошел всю войну. С первого ее дня и до полной победы. И Елену Зюляевой, которая недавно отпраздновала свой 100-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны женщина работала санитаркой. Жайя Махомеда, чтобы не было войны, чтобы не было бы голода. Организаторы акции, администрация Махачкалы и столичное управление культуры выразили ветеранам признательность за неоценимый труд в военные и послевоенные годы. Пожелали крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа. А также вручили цветы и подарки. Концерт для ветерана Великой Отечественной войны и родителей героев России прошел в Махачкале. Для почетных гостей выступил военный оркестр и прозвучали песни военных лет. Организаторы мероприятия – региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора России» совместно с Министерством образования организовали фуршеты, вручили ветеранам цветы и памятные подарки. Мы в течение года, не только сегодня, в течение года тоже работаем, вспоминаем ветеранов. Но сейчас для нас особенные дни. Дни победы, когда по телу проходят мурашки. Их все меньше и меньше ветеранов войны. И поэтому важно их беречь, с ними встречаться. Я призываю соседей, предпринимателей, всех не забыть о том, что сегодняшнее наше и развитие, и предпринимательство, и светлая независимость нашей страны благодаря каждому воину. Фронтовикам пожелали крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и душевного тепла. Застолье продолжилось с танцами. Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале. Продовольственную продукцию без торговой наценки можно будет приобрести завтра на территории конно-спортивного комплекса «Ватан». В честь Дня Победы с 10 утра стартует семейный фестиваль «Скачек», в рамках которого пройдет выставка продажи народных художественных промыслов Дагестана. А любители чая ожидают отдельный фестиваль этого напитка. Среди участников праздничных гуляний, которые продлятся до 8 часов вечера, будут разыграны автомобиль, путевки в хадж и другие ценные призы. Яичное направление птицеводства получит государственную поддержку на региональном и федеральном уровнях. Такое решение было принято руководством Минсельхоза после посещения Кизлярской птицефабрики в селе Михеевское. По словам вице-премьера, руководство республики уделяет большое внимание птицеводству именно яичного направления. Птицеводство за последние годы развивается и развивается в основном производство мяса птицы. В этом направлении у нас производится достаточное количество мяса, и мы даже некоторые наши предприятия его вывезут за пределы республики Дагестан. А вот, как я уже говорил, продовольственное яйцо, оно практически 70% заводится в республике Дагестан. И в последующем мы хотим нарастить вот этот перекос, который получился в производстве. В Сумадинский район сижаются люди со всей республики. Напомню, что в селении Аквали проходит выставка реликвий пророка, мир ему благословение. Желающих увидеть личные вещи посланника и его сподвижников становится все больше. Подробнее Карим Даниев. Султан Мурат Маушев инвалид второй группы. Чтобы прикоснуться к святыне, он провел в дороге более 8 часов. Мужчина приехал из Ногайского района специально ради выставки. Пропустить встречу с реликвиями любимого пророка он не мог. Барракад от этих встреч он ощущает не только духовно, но и физически. Каспийский, когда первый раз привезли, я тогда был там одной ногой. И после этого я начал, 100 метров не мог ходить, после этого я начал ходить, после этого я и медвежей пошел, 5 лет учился. Вера в Господа и почитание его посланников соответственно придает важность и их реликвиям. Несмотря на расстояние, верующие готовы следовать за ними даже за пределы республики. Для каждого это возможность почувствовать себя рядом с пророком. Я один раз видела в Грозный, когда поехала, я говорю, ну это мне очень мало было, это капля моря была. Но сейчас еще раз, когда увидела, очень, вот нет слов даже, вот, вообще спасибо большое. Вот так вот привезли, вот так вот можно женщинам пойти, посмотреть, увидеть, вот это все, сабля, вот это все. Мы уже не первый раз это видим, еще когда в Гирге были, были, мы увидели, еще в Махачкале увидели, когда привезли. И у нас, как сказать, семейная традиция, такое великое дело, такое реликвия, это благодать для нас. Значимость таких мероприятий тяжело переоценить. Укрепление духовных ценностей в Дагестане всегда имело весомое значение. И сейчас приоритеты духовности не поменялись. Такие места очень надо посещать, потому что, как я всегда говорил, нашим своим ровесникам, у нас, мы говорим, сердцем верим, но она залита бетоном. Для этого надо отбойный молоток. Отбойный молоток – это зикр. Или самое лучшее – размягчитель. Размягчитель – это салават пророку, нашим салават пророку, чтобы у всех у меня сердца размягчились от этого. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Агвали. Очередной эфтар прошел в главном шатре республики. На этот раз организовал его вице-премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Вечернюю трапезу посетил и муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Зам. председателя правительства отметил особую значимость таких шатров, поскольку они служат объединению верующих. Он также подчеркнул колоссальную работу, проводимую шейхом во благо Дагестана и дагестанцев. На самом деле, все время, когда нам было тяжело, в нашей республике было тяжело, все время наш настоящий шейх Ахмад Ахаджи все время находился рядом с нами. На самом деле, в 90-е годы были период смуты, период неразберлихи. И тогда наш шейх Ахмад Ахамер одел конфляжную форму и возглавлял весь идеологический фронт нашей республики Дагестан. И все было направлено на защиту устоев нашей государственности. Выступил на мероприятии и в рюм министра образования и науки республики Ахья Бучаев. У нас слава Всевышнему, да, каждый год вот так получается собраться вместе. Действительно, наш священный мейст Рамазан объединяет мусульман. Большое спасибо нашему Устазу, что он тоже во всех этих начинаниях нас всегда поддерживает. Тут сейчас Муслим Мухадинович сказал, какие серьезные проблемы были решены. Во главе них стоял наш Устаз и Джаман объединял. У нас сейчас тоже есть большая проблема, это вывести качество нашего образования на новые рубежи, на новые вершины. Я надеюсь, в этом тоже вы нам все поможете, и еще вам хорошие дуа тоже сделаете. Благодарю вас, спасибо. В рамках мероприятия прозвучали нашиды в исполнении султана Трамова и Аслудина Юсупова. Отметим, что на территории центральной мечети столицы ежедневно проходит ифтар для всех постящихся, в ходе которого проводятся просветительские беседы. И к спортивным новостям. Борцы-классики из пяти стран мира сошлись на международном турнире среди молодежи в памяти Сураката Асиатилова. Соревнования накануне завершились в Каспийском дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. Кому достались золотые медали, расскажет Курбан Рагимов. Россия, Польша, Армения, Кыргызстан и Беларусь. Список стран-участниц международного турнира мог быть пошире, однако из-за ограничений не все команды сумели добраться до Каспийска. Местный дворец спорта и молодежи принимает состязание памяти Сураката Асиатилова в третий раз. Наш турнир служит не только развитию и популяризации греко-римской борьбы, но и служит укреплению дружбы между спортсменами наших дружеских стран. Я еще раз вас поздравляю с началом и пусть победит на этом турнире сильнейший. Юниорские международные турниры в греко-римской борьбе явление редкое, рассказывают специалисты. Здесь борцы могут пройти так называемую обкатку, проверить силы и набраться опыта. Все это обязательно пригодится им в будущем. Вы знаете, каждый турнир он по-своему важен. Человек, когда есть календарь на год, и каждый спортсмен для себя ставит те задачи, те цели с одного турнира на другой, с третьего. Это показатели его готовности, это его видят, это для себя опыт. А для молодых спортсменов, естественно, конечно, каждый турнир настолько важен, чтобы его заметили, чтобы он попал в сборную команду. Не важно, это взрослую или юношескую. В течение двух соревновательных дней на ковре доминировали хозяева. Российские борцы выиграли львиную долю золотых наград – 8 из 10. Из них две медали высшей пробы на счету у дагестанцев. В весе до 55 килограммов первым стал Мансур Расулов, а в категории до 60 килограммов равных не было Денисламу Баматову. Воспитанник Бугленской спортшколы – действующий победитель первенства России среди молодежи. Соперники тоже неплохие, хорошие соперники. Турнир очень хороший, самый сильный турнир по молодежке. Этот турнир после России, первый турнир перед Европой. Насколько он важен, этот турнир тебе? Этот турнир – пробороться перед Европой с иностранцами. Помимо российских спортсменов, на первую ступень пьедестала по одному разу смогли подняться классики из Армении и Белоруссии. Медалисты турнира получили памятные призы, а также денежные премии. Победителям вручили статысичные сертификаты. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Еще трое дагестанских борцов завоевали право этим летом участвовать на Олимпиаде в Токио. Мировой лицензионный турнир стартовал накануне в Болгарии. Для вольников это была последняя возможность выиграть путевки на главные игры четырехлетия. На турнире в Софии спортсменам необходимо было выйти в финал. Так успешно с этой задачей справились Магомед Мурат Гаджиев, Магомед Хабиб Кадемагомедов и Альберт Саритов. Спортсмены выступают в составе сборных Польши, Белоруссии и Румынии соответственно. Отметим, что в финал также вышел и осетинский тяжеловес Сергей Козырев. Тем самым он добыл для России единственную недостающую путевку. На сегодня это все. Я напомню, что смотреть наши выпуски можно также на официальном сайте nnttv.ru. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных!